итак ребят всем привет сегодня у меня очередной выход выход как вы поняли уже нахожусь я на водоеме вчера я шурфил вы шуров видели подвела спина в общем копать теперь не могу не знаю какое время но до сих пор побаливает всю ночь не мог уснуть из-за боли в спине так что сегодня воскресенье не сидеть же дом и решил выйти на рыбалку показать и рассказать как нужно правильно и удачно выходить на рыбалку в крови я сам рыбак потому что у меня все члены семьи по мужской линии были рыбаки был или рабнадзоры были как говорится и браконьеры в общем у меня это в крови но когда начал заниматься металлопоиском рыбалка ушла в сторону и вот сегодня вспомнил что я раньше рыбачил решил вспомнить былое приготовился и хочу вам сегодня показать три нюанса которые вам помогут на рыбалке сегодня здесь очень много рыбаков вот все проходят мимо меня спрашивают сами как что зачем и почему почему у тебя клюет а у стальных нет много сегодня здесь поменялось народу приезжает уезжает ну не улов у них поймают там я не знаю три четыре и рыбки и с расстройством уезжает а у меня выскакивает одна за другой и решил а запилить видосик а камера по чистой случайности у меня оказался в сумочке и решил немножко скрасить досуг а то у нас все время металлопоиск металлопоиск и все на этом а а сегодня давайте я вам покажу как я рыбачу расскажу вам три секрета при помощи которых будет у вас всегда удачная рыбалка ну все буду течение рыбалки вам показывать видео будет коротенько ну я думаю все разберетесь и все поймете так что все в процессе рыбалки я буду вам рассказывать ну и все удочку наживку и за рыбой но на рыбалке ребят все нужно делать как и везде и всегда тишина спокойствие должна быть присутствовать ну а первый секрет и я вам хочу сказать что на карася необходимо хороший иметь крючок крючок желательно чтобы был именно заглотыш второе что я вам хочу сказать и это конечно же наживка наживка это очень важно при ловле карася карасик очень любит именно банку банка хороша тем что она белого цвета и очень хорошо она видно полда водой вот первое у нас рыбка она у нас будет зачастую вот такой вот характер среднего размера около 15-20 сантиметров забрасываем и тут же смотрим что у нас может тут быть и конечно же 3 самый важный это конечно же поплавок поплавок у меня гусина перышко она очень чувствительно особенно на тихой воде ей очень здорово он очень чувствительный и я вам все нюансы конечно же расскажу в процессе видео то есть поплавок состоит из красной и из белой части мой секрет я смотрю не на верхушку поплавка а именно на низ тот который непосредственно под водой чуть повелло белую часть и я сразу потекает то есть это самое во время а чтобы зацепить на крючок непосредственно кругов верхняя часть она как бы неподвижно а нижней очень хорошо видно как вы видите на видео сюжете я смотрю именно на нижнюю часть поплавка а жидкость у нас вот такая в принципе заглянули мы под воду и у нас кишит здесь вот именно наш карасик карасик развлекается живет своей жизнью любую дорого взглянуть что у нас творится под водой ну а на поверхности у нас поплавок немного двигается влево вправо именно нижняя часть поплавка то есть белая то что под водой и контролируем его малейшие движения в сторону и вы выдергиваем поклевка практически сразу то есть бросаем наживку минуты минутку да наверное точно и через минуту уже можно выдергивать интересная тема рыбалки очень так завораживает сидишь отдыхаешь смотришь на поплавок слушаешь пение птичек в общем приятным приятным всем рекомендую такой вид отдыха наживка у меня именно манка манка и карасек очень любит эту манку хороший улов это карасик среднего размера вот такая вот красавица чуть наша красавица не ушла обратно домой но нет ведерко ведерко насадили и снова забрасываем можно даже попробовать отчитать за какой промежуток времени у нас будет сразу первая же поклевка ставим пальчик вверху поклевка пошла уже малек очень любит играть с поплавком но нужно ждать и именно контролировать нижнюю часть поплавка как поплавок пошел в сторону сразу нужно подсекать и вытаскивать улов это очень очень обязательно многие ошибаются когда ждут что поплавок утонет или подергивается вниз но это просто игра нужно смотреть контролировать именно когда поплавок поведет в сторону нижнюю часть поплавка верхняя может даже не плыхаться ну и вот небольшая но все же забрасываем и ждем следующую рыбку которую у нас клюнет на крючок водоем в принципе довольно таки такой чистый вода проглядывается наверно сантиметров на 20 и это хорошо то что очень хорошо видно нижнюю часть поплавка и это очень очень важно если начинается ряд на воде то есть и небольшие порывы ветра и конечно уже проблематично но когда вода спокойная очень хорошо очередная рыбка и тоже карасик поп 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 чуть не ушла приятная приятная с ладошку сейчас я вам покажу и расскажу как именно нужно накручивать эту манку используя обычный шприц это очень удобно выдавливаем небольшое количество надеваем на острие и затем все это дело нужно наматывать именно наматывать не про недостаточно его насадить а нужно намотать для такого предела когда вот это вот сосиска сама отвалится и получается вот такой вот и затейливаешь сапожок забрасываем и ждем буквально какое-то мизерное время для того чтобы у нас наживка заглотила нашу вкусняшку вкусняшка у нас это манка прошло несколько секунд и вот вот она рыбешка меня здесь вот одна красавица достает местная она очень шугает мою рыбу то есть плавает себе тут вульгарных к берегу к поплавку к берегу к поплавку и достает меня сейчас я немножко шугану чтобы она меня не доставала по леске ползает так что нужно эту принцессу этого водоема куда-то отогнать подальше но ни в какую чем-то я ей понравился вот она у нас какая красивая просто принцесса ну ладно продолжим не будем мы на местных принцесс заглядываться а будем рыбачить мы с вами пришли на рыбалку и несколько секунд и поклевка вот такая рыбешка между прочим я рыбачить люблю но кушать нет и еще раз я вам покажу как нужно правильно наматывать именно нашу манку одели на острие и продолжая накручивать накручиваем до тех пор пока манка сама не оторвется крутим и когда накрутилась манка сама отрывается это обязательно нужно учесть получается вот такой вот сапожок и этот сапожок мы забрасываем ждем снова несколько секунд и поклевочка будет обязательно сейчас я вам покажу именно поплавок вода у нас чистая повторюсь 20-30 сантиметров проглядывается неплохо когда ряд на воде конечно же учить внимание на красную часть поплавка а когда тихая спокойная вода на нижняя заглянем под воду как у нас тут с наши карасики карасики ходят косяками приятно посмотреть на такое зрелище вот видите смотрите обратите внимание на красную часть и на белую красная стоит на месте а белая то что под водой смотрите немного играет и немного немного тянет ждем как потянет и сразу же подсекаем ждем не торопимся как говорится оп 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 тянет 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 и уже можно вытащить но пока я камеру уберу пока чё но я уверен том что наживка сработала и рыба сидит на крючке сейчас камеру уберу и достану улов рыба на крючке вот она наша рыбешка которая была а наша красотка меня все достает смотрит на меня и смотрит своими красивыми глазками не уходит не уходит она от меня не наша все крутится рядом со мной но помимо речных принцесс здесь есть и вот такие особи достаточно приятно любо-дорого взглянуть приятно а вот здесь вот проходит у нас дорожка здесь проходят рыбаки и все проходят через меня и и спрашивают все мои секреты как на что я рыбачу итог моей рыбалки вот такой размером с ладошку засовку нормально будем пиво с этой рыбкой кушать так что вот так надеюсь вам улов мой понравился половили мы всего несколько часов и за несколько часов полное ведро из-под краски и так ребят на этом я закончил свой видео рыбалку много есть видео насчет рыбалки и решил запилить тоже а в своем на канале что я иногда выхожу рыбачить у меня очень любит супруга выезжать сегодня к сожалению старший готовится госэкзамену по физике младший гуляет на улице а жена по хозяйству так что я сегодня выехал один немножко отдохнул от всех как говорится проблем улетел и порыбачил в принципе сегодня хорошо получилось надеюсь вы мои уроки уяснили которые в принципе я думаю каждый может быть и знает но фактом что все кто здесь был сегодня проходили мимо меня и интересовались на чё как зачем и почему я конечно секреты не таю рассказывал что я рыбачу на манку если кому-то заинтересовала именно эта наживка я могу вам рассказать в следующем видосе как я эту манку готовлю потому что если неправильно его приготовить после первой поклевки же наживка слетает а у меня классная наживочка после каждой рыбки она еще остается на крючке так что все на этом закончу всем пока и удачи хорошей рыбалки но хорошая рыбалка не просто в ловле рыбы попадаются и вот такие зачетные экземпляры надеюсь моя супруга которая лягушечка меня не поругает надеюсь она этого не видит ладно 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 пока а